Разработчики уже успели добавить гранаты в нашу игру. Пуча гранта, как раз таки это мы позволить себе можем. Гранту кинули, гранату кинули и уничтожаем просто соперника. И нас тут тоже пытаются уничтожить. Также в свою очередь не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и конечно тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и конечно тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Морлхира. И в сегодняшнем ролике вместе с вами находимся на специальном сервере, на котором мы с вами уже можем наблюдать те самые гранаты, которые называются бомба. То есть у нас скорее всего бризится то самое обновление, которое как раз таки появится уже на основных серверах, связанных как раз таки с гранатами. То есть появление гранаты уже не за горами. Поэтому в свою очередь обязательно данный видеоролик поддерживайте активность в виде пальчика вверх. Конечно же не забывайте комментировать после просмотра данного видеоролика. Ну и конечно если оказались первым, подписывайтесь. Прожимайте колокольчики перед тем, как мы с вами прокачаем. Посмотрим на то, меняются ли параметры. И похоже ли это на те самые гранаты, которые сейчас в данный момент уже имеются в спецрежиме, в танках онлайн, на основных серверах. Я напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента. А именно иммортал привязывайте на стройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов. А именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Вся подробная информация есть на нашем сервере в дискорде. Присняйтесь, ознакомливайтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам друзья желаю успехов и побед. Ну и давайте потихонечку уже обратно возвращаться в гараж. Как раз таки займемся именно прокачкой. Обратите внимание, что у меня есть 91 миллион 742 тысячи кристаллов. 743. Сейчас посмотрим, что у нас выходит по стоимости. Потому что мы, кстати говоря, тут не можем сам, я так понимаю, что это, а может быть и не расходник. То есть у нас есть отдельная вкладка прямо с гранатами. То есть разработчики говорили, что это возможно будет подвид расходника, да. Который вы будете использовать уже при нажатии дополнительной клавиши. Что в принципе сейчас есть. Это кнопка F. Сброса флага, кстати, очень неудобно. Наверное таки рассчитано, чтобы флагоносец не мог скидывать во время того, как флаг везет. Но очень странно. Тоже об этом напишите, что думаете. Так, ну что, прокачиваем. 743 тысячи. Пока что вроде стоимость интересна. Так, ну если так же будет у нас на основной серверах. То боюсь, что ситуация с лагами точно не улучшится. Странно. То есть либо мы не можем просто прокачивать эту гранату. То ли это в моем случае какой-то сбой. Давайте еще раз попробуем. То есть все, мы делаем 2 шага прокачки. И у нас просто критует игра. Напоминаю, что это я нахожусь на специальном сервере. То есть это не финальный вариант. Опять же, но если же это уже на этой неделе будет. То у нас есть опасность того, что опять с игры начнутся какие-то проблемы. Так, ну давайте попытка номер 3. Может быть с третьего раза. Да нет, все. То есть прокачать гранату у нас не удастся. Но вроде как я понимаю, что по параметрам она как раз таки имеет максимальный. Выставлено это 3000 урона. И так же 2 там написано то ли секунды, то ли это минуты. 2.00. Сейчас как раз мы установим. И с вами проверим. То есть поймем, отличаясь ли на чем-то от тех, которые имеются уже на данный момент в специальных режимах в танках онлайн. Я думаю, что кто уже играл и не раз наверняка пользовался ими. Но хотят их добавить как раз таки уже на постоянку в виде расходника это будет. Или же это будет в виде там какого-то дополнительного вооружения, как дрон. Пока не понятно. То есть сама стоимость гранат пока что не сказана нигде. И тут мы тоже не можем понять. Потому что она уже имеется на аккаунте. Да, мы ее можем прокачать. Но даже и прокачать, кстати говоря, не удалось. Так, давайте разбираться. Ну и по поводу гранат. На самом деле, как по мне, фишка, как механика, да, в спецрежимах она прикольная. По крайней мере, благодаря ней можно иметь то, что отличает специальный режим от обычного формата нашего матчмейки. То есть, по крайней мере, это механика. Если же это водить на постоянку, я, честно говоря, пока что к этому отношусь скептически. Так, а я гранату не могу скинуть, что ли? Оно у меня не установлено, или как это работает? Или как ей пользоваться? Не, ребята кидают. Так, давайте зайти в гаражик. Сейчас посмотрим. Может быть, я чего-то не понял. Так, граната. Снять могу. А, вот, стоимость гранат, друзья. Смотрите, 100 кристаллов, а одна граната стоит? Чего? Так, интересно. Так, вот мы и стоимостью разобрали. 101 гранату я купил. Окей. Теперь мы можем ее кинуть. Интересно, какая перезарядка? 2 секунды или 2 минуты? 2 секунды! То есть, одна граната стоит у нас, получается, 100 кристаллов. Это вдвое больше, чем наш расходник в игре. Ремкомплект, конечно, подороже. Но ремкомплектом мы можем пользоваться только при условии, что уже, как говорится, мало здоровья. И при этом есть долгая КД. То есть, мы не можем пользоваться в течение 2 секунд, постоянно прожимая на цифру 1. И восстановить себе хпшечкой. Тут же, в случае граната, как раз таки, это мы позволить себе можем. Гранату кинули. Гранату кинули. И уничтожаем просто соперника. И нас тут тоже пытаются уничтожить. То есть, 3000 урона, это как раз таки уничтожение среднего танка. Вполне возможно, потому что как раз таки в радиусе нам должно на это все хватать урона. Блин, ну я, честно говоря, могу лишь прокомпетировать это каким образом? Мне кажется, для игроков, которые и так давно в игре наши играют, как, допустим, я, как те игроки, которые реально уже не первый год, которые уже повидали ни одно обновление далеко. То есть, много всяких обновлений было направлено как в лучшую сторону, так же и не совсем. Как минимум, старичкам будет к этому всему проще прыгнуть, потому что, в принципе, для них проблема чего-то познать новое, разобраться и приобрести это проблем не вызывает. Но, я думаю, что пропасть между игроками, теми, кто начинает только играть, да, теми, кто, возможно, возвращается в игру, теми, кто пока что не имеет возможности позволить себе тратить 100 кристаллов за одну гранату, хотя стоимость это не финальная. Может быть, это будет в танкойнах, может быть, это будет как раз таки так быстро передряжаться, да, может быть, что-то поменяется в этом плане. Мы как раз таки это только уже можем понять, когда появится на основных серверах, что, в принципе, может произойти даже и в этом месяце, и даже на этой неделе. То есть, пропасть между игроками увеличивается с каждой добавленной механикой в виде устройства, в виде дрона, в виде иммунитета, чего-то у нас в игре еще есть. То есть, каждый аспект, конечно, просто разделяет игроков на два пласта, да, которые обладают всеми возможными механиками, и тот, который пока что к ним стремится. Из этого получается у нас в матчмейкинге некий дисбланс. Особенно для игроков, которые там имеют низкие ранги, у которых там, допустим, еще даже и модулей прокаченных нет, да, я про модулей совсем забыл, там тот же броненосец, те же обычные защиты. Особенно предстоит, что им они лишь становятся доступны на генерале. А как вы знаете, кто играет на более низких рангах, как раз-таки часто они попадаются уже с легендами, которые доступ к этим резистам имеют, а они себе позволить не могут. Даже имея там условные кристаллы, но данная механика открывается только со звания генерала. Так, ну что же, по поводу гранаты, механика, конечно, в какой-то степени, ну, в нашей игре уже, наверное, не совсем новинку, потому что, как я ранее говорил, уже на протяжении, наверное, около годов. Она появляется в спецрежимах, где-то чаще, где-то реже. Игроками она, ну, некоторыми, наверное, уже вдоль и поперек изучена, то есть опыт уже имеется определенный. Поэтому будет интересно также узнать и ваше мнение на этот счет, что вы об этом всем думаете, как по поводу того, стоит ли добавлять в целом гранату в нашу игру. Потому что, наверняка, эта граната не единственный вариант, который, если будет добавлен, то и еще последуют в дальнейшем какие-то подобные фишки в виде гранат, которые имеют теряные статус-эффекты. Как в нашем случае устройство, да, там, с заморозкой граната, с оглушением, с поджогом, с эффектом пульсара. И, как я ранее говорил, это все вызывает тот самый дисбланс. Особенно, если же это будет, вот, допустим, не настолько доступно, да, новичку, у которого, там, конечно, в мелком звании нет такой возможности покупать, там, гранату за 100 кристаллов, тратить, чтобы ей пользоваться в матче. То есть, я, в своем случае, имея, там, 2-3 миллиона, 6 миллионов кристаллов, тратя их, попросту, теперь, от ролика, конечно, на гранаты, могу получать еще больше преимущества над игроком, который на протяжении этого времени, может быть, еще прокачивает свой гараж, стремится к моменту, когда у него будет больше пушек, когда больше будет корпусов, когда будут прокачаны дроны, когда будут прокачаны рейсты. Поэтому, я надеюсь, что вы мою мысль уловили. И поделитесь тоже своими мыслями под этим видеороликом. В комментариях, конечно же, поддерживайте активностью, введите пальчик вверх, возможно, как раз-таки, посмотрев данный видеоролик, разработчики, увидев ваши комментарии, что-то в этом плане поменяется, в лучшую сторону, как раз-таки, все будет зависеть, как и от меня, так же и от вас. Поэтому, надеюсь, что вы, конечно, этим видеороликом также поделитесь своими друзьями, дабы они тоже обладали данной информацией и были готовы, в случае чего, к подобному обновлению. Ну и, конечно, если оказались впервые на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.